Первый музыкальный плеер компания Apple представила в далеком 2001 году. Дизайн плеера – это основа всего плеера, и именно им занимался сэр Джонатан Айв. Всем известно, что вдохновлялся Айв немецким брендом Браун, а конкретно работами Дитера Рамса. «Хороший дизайн – это как можно меньше дизайна», говорил Дитер про свои продукты. Многие продукты, созданные Джонни Айвом, появились лишь благодаря вдохновению работами Дитера Рамса. Например, тот же самый Айпод. Всем известно, что Джонни Айв при создании Айпод вдохновлялся карманным радиоприемником Браун Т3. Посмотрите, видно, что сходство есть. Я безумно очарован ретро-техникой. Я даже канал заявил про ретро-технику, про устаревшее устройство. И как я мог обойти стороной Айподы? Да никак не мог обойти стороной. Я очень хотел испробовать классический Айпод с монохромным дисплеем на себе, на своих ушах, посмотреть, что это такое, при этом забыв про все музыкальные сервисы, которыми я пользуюсь. Ну, а именно Apple Music. Я полез на Авито, и за очень дорого я вообще мог купить, что хочу. Даже Айпод первого поколения. Но 400 тысяч рублей, пускай даже за такой раритетный гаджет, для коллекции, наверное, это того стоит. Но для использования, как я его хотел, и прям по полной использовать, наверное, я отдать был такие деньги не готов. Да и таких денег у меня попросту нет. За более лояльный прайс я нашел Айпод 3 2003 года. Когда я впервые взял его в руки, это было интересно. Айпод ведь в руках до этого я ни разу не держал, и тут вот, и сразу такой раритет. Сначала я подумал, что у меня возникнут проблемы в использовании, ибо я не в зуб ногой, как управлять этой штукой. Но здесь я признателен Apple. Я разобрался целиком в управлении минут за пять. Настолько он простой. А этот интерфейс с монохромным ЖК-дисплеем, блин, такой кайф. Однако интерфейс без вранья, конечно же, устаревший. Но в то же время он очень удобный, без всяких навороченных штук и так далее. А дизайн? Простой. Он неврвиглазный, излишне не цепляет взгляд окружающих. Но в то же время он приметный, и сразу видно, что в руках у человека какая-то интересная хреновинка. Плеер управляется пятью сенсорными кнопками и одним сенсорным колесом. Нужны они для остановки и воспроизведения песни, для перемотки на следующую песню или предыдущую, а также выход в меню, который выполняет функцию обратного действия. Центральная кнопка для выбора пункта, а колесо для всего остального. Пролистывание списков, перемотка трека, громкости, выставление рейтинга, управление встроенными играми и многого другого. Ну ладно, что там по качеству звука? Честно скажу, я неярый аудиофил, поэтому для меня лично звук из наушников показался довольно чистым и намного приятным в iPod, нежели звук из наушников в iPhone. Кроме шуток, это правда чувствуется. Но, конечно, все зависит от наушников. Я слушал в самых простых JBL, и мне было хорошо. Я даже не представляю, какой будет звук, если взять уши с более высоким прайсом. Что касается самого плеера. Он очень удобно лежит в руке за счет своего обтекаемого корпуса и его материала. Передняя белая пластиковая панель и задняя металлическая полированная крышка дают о себе знать. Тактильно это очень приятно, но задняя крышка действительно легендарна настолько, насколько ее описывают. Ибо она царапалась от любого чиха и вздоха, и моя уже не жилец. Также помимо задника в iPod изнеженный жесткий диск. Да-да, не флеш-память. Жесткий диск. Тогда это было просто революционно, но он был настолько хрупкий, что порой и одного падения хватало, чтобы iPod умер. Также огромной проблемой является кабель зарядки. В отличие от предыдущих и последующих, начиная с iPod видео моделей, где нужен был лишь один кабель, iPod 3 нужно два провода. Первый это FireWire на 30 пин для зарядки, а второй USB на 30 пин для передачи данных. Я пользовался плеером больше двух недель. Конечно, накопились эмоции и есть что сказать. Да, у него есть плюсы и минусы. Объективно это устройство устаревшее и минусов у него полно. Но все-таки основной вопрос, можно ли пользоваться iPod таким старым классиком, позабыв о всех музыкальных сервисах. Это очень двояко. Проводные наушники, которые в кармане будут завязываться в жесткий узел, это не тот ретро-кайф, который я бы хотел вспоминать. Я давно на беспроводных, и слава богу, знаете ли, проводные это просто такой мрак. Но есть люди, которые до сих пор гоняют в проводных, и они не отвыкали от них. Поэтому эта проблема реально двоякая, кому как. Также бесило таскание двух устройств сразу. Это невероятно раздражает, когда все карманы заполнены, один iPod, другой iPhone, причем 11, еще и с чехлом. Короче, это неудобно. Минусы музыкальных сервисов по сравнению с iPod тоже есть. Если в один момент у вас пропадет доступ к интернету, например, если вы путешествуете, или закончится подписка, или даже пропадет возможность оплачивать ее, то да, плеер с уже накопленной библиотекой музыки вас спасет. В противном же случае это не лучший вариант. Да, здесь чище звук, но если вы готовы ради чистого звука использовать те костыли, которые были когда-то нормальным явлением, а именно синхронизация с ноутбуком, покупка музыки, если вы умеете прошивать плееры, банальный факт перепрошивки, это уже костыль, извините меня. Если вы готовы все это терпеть ради хорошего плеера с хорошим звуком, то, наверное, это интересный вариант. А если вы просто самый обычный пользователь, который не хочет ввозиться, вы не гик, вы просто хотите узнать, прикольно ли пользоваться плеером или нет, блин, тогда нет, ну правда. Потому что для обычного пользователя история iPod это была реально красивая история, маленькая красивая история в огромной истории музыкальной индустрии, но, как по мне, к сожалению, iPod сейчас в покупке, как и в принципе любой другой плеер, станет скорее обузой, чем реально хорошим приобретением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова